Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на канале Ньюс Эйдер. 28 день войны, 23 марта. Пентагон завел о переходе украинской армии в масштабное контрнаступление по всему фронту. По данным высокопоставленных источников в Минобороны США, у ВСУ есть и желание, и возможность вернуть утраченные ранее территории, и они уже переходят к решению этой задачи, говорится в публикации CNN. Главной иллюстрацией такой решимости стало вчерашнее освобождение стратегически значимого города Макаров в 50 километрах от Киева. По оценкам американского телеканала, это разрушит планы России по окружению украинской столицы, приведет к окружению самих российских подразделений, находящихся между Макаровым и Киевом, поставит под угрозу способность северной группировки россиян выполнять свои запасы, лишит их возможности наступать с запада на Киев и отрежет им доступ к южным районам относительно Киева. Другое важное достижение украинцев – изгнание российских агрессоров из районов, которые находятся к северу от Киева. Короткое видео, геоаллоцированное журналистами CNN, показывает, как украинские военные идут по селу Мощун в 35 километрах к северу от Киева, а чуть ранее сделанные оттуда кадры с дрона доказали уничтожение российской бронетехники. Как следует из анализа CNN, позиции россиян еще больше ухудшатся, если украинцы смогут взять находящуюся к северу от Макарова Бородянку, которую захватчики удерживают с самого начала кампании. В этом случае у авангарда оккупантов просто не будет шансов получать подкрепление, ну а далее наступит котел со всеми вытекающими. В этом смысле интересная ситуация с рекой Ирпень. Согласно спутниковым снимкам, ее проток расширился, а все из-за открывшейся дамбы. CNN не знает, умышленно ли ВСУ сделали это или сооружение пострадало из-за артиллерийского удара, но факт остается фактом. Теперь перед русскими, которые пытаются пробиться к Киеву, возникло еще одно препятствие. Расширение Ирпеня, форсировать который будет еще тяжелее. На фотографиях виден Ирпень до разлива реки и после. Как видим, никаких шансов переправиться через водное пространство у русских не будет. Не менее впечатляет и контрнаступление украинцев на юге, где, казалось бы, у ВСУ ситуация хуже, чем в центре. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США, данные которого приводит телеканал CNN, заявил, что украинцы начали воевать за возвращение Херсона, а также оттесняют российские войска к северо-востоку от Николаева, вынуждая их передислоцироваться к югу от этого города. Американский чиновник предупредил, что США пока не могут точно сказать, являются ли эти наступательные действия ВСУ частью большого оперативного плана. Однако характеризовал украинскую оборону как ловкую и подвижную. Цитирую пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Сейчас мы видим, как в разных районах, особенно на юге, возле Херсона, украинские военные пытаются вернуть территорий. Мы не располагаем всеми деталями, которые касаются тактических манёров, но мы видим их усилия. Сами украинцы несколько дней назад говорили, что они планируют контратаки. И вот теперь мы наблюдаем признаки того, что они движутся в этом направлении. Подытожил он, оценив оборону ВСУ как умную и креативную. Отчасти такую конфигурацию подтвердили сегодня и в штабе ВСУ, по данным пресс-службы которого Ирпень, Буча и Гастомель, где окопались оккупанты, взяты в кольцо вооруженными силами Украины. А в Ирпене киевский полк полиции особого назначения приступает к зачистке города от захватчиков, восстановлению законной власти и эвакуации мирных жителей оттуда. Не помогает россиянам и рытье оборонительных окопов, к которым те все чаще прибегают на Киевщине, где им приходится уже переходить в оборону. Фото, которое сделано украинским беспилотником, показывает, что заведенные в ямы российские грузовики становятся добычей украинских ударов, то ли артиллерийских, то ли с байрактаров, точно так же, как и любая другая техника. Положение русской армии в Пентагоне оценивают как все более тяжелое. Там рассказали журналистам CNN, что у солдат-агрессора возник целый ряд проблем, к которым, очевидно, те совершенно не были готовы из-за того, что и не планировали сражаться дольше трех дней. Во-первых, военные источники США указали на то, что целый ряд российских военнослужащих получил обморожение из-за отсутствия соответствующего защитного снаряжения. Это подтверждают и аудиоперехваты переговоров, опубликованные украинской разведкой. Захватчик рассказал своему собеседнику о том, что такая проблема, как обморожение ног у его однополчан, весьма распространена. По его словам, причина тому – отсутствие теплых походных палаток и обогревающего оборудования. В этом же разговоре оккупант пожаловался и на отсутствие бронежилетов. Его знакомый, попросивший командира предоставить защитное снаряжение, получил такой ответ дословно – «крепись, сынок». Этот момент иллюстрирует вторую проблему у российских войск, которую отмечают в американском командовании. «Нехватку продовольствия и топлива российских войск, которая стала следствием проблем с логистикой». Цитирую Пентагон. «У них проблемы с личным снаряжением, а некоторые из российских солдат, как мы выяснили, были выведены из строя по причине обморожения», заявил чиновник в беседе с журналистами, добавив, что история с плохим обеспечением усугубляется для россиян тем, что у них нет вменяемого командования и адекватной системы управления войсками. Не спешит Путину помогать и белорусский диктатор, несмотря на все попытки оказать давление на него. Введением белорусского контингента на украинскую землю Кремль хотел бы попытаться отрезать украинцев от военного снабжения из Польши, усилить на украинцев давление к северу от Киева и обеспечить русским войскам передышку. Разумеется, белорусы еще менее боеспособны, чем россияне. В отличие от русских, у белорусов нет настолько промытых мозгов, чтобы они верили в украинских нацистов и чтобы полагали, что справятся с сильнейшей сейчас уже европейской армией, коей оказались в СССР. Теперь Александру Лукашенко предстоит сделать выбор между тем, чтобы отправить своих солдат на гарантированную смерть в украинскую мясорубку и тем, чтобы лишиться поддержки со стороны Кремля. Второй сценарий, конечно, неприемлем для белорусского людоеда, но и первый, похоже, физически не в состоянии реализовать. Все потому, что, по информации Генштаба ВСО, значительная часть белорусских военных, включая командирский состав, попросту отказываются от участия в оккупационных действиях против Украины. Все они догадываются, что их собираются использовать как пушечное мясо, судьба которого неизбежная ликвидация со стороны подготовленных украинских военных, имеющих намного более качественное вооружение и, конечно, намного большую мотивацию. Тем не менее, Беларусь уже помогает России тем, что именно с ее территории взлетают русские самолеты для бомбардировки Украины и именно в ее госпиталях проходят лечения раненых в боях россиян. Однако и здесь не все так гладко. По данным украинской разведки, белорусские партизаны портят железнодорожную колью, сдерживая переброску российской военно-техники в Украину. Другая плохая новость для Путина заключается в том, что Китай отнюдь не спешит снабжать его оружием, столь необходимым в Москве в условиях стремительного истощения боезапасов, оборудования и техники российской армии. К таким выводам пришла американская разведка. Она, по ее данным, не увидела признаков того, что Пекин хоть что-то поставляет Кремлю. В свою очередь, Блумберг пишет, что Китай хоть и не станет присоединяться к санкциям против российского режима, но и оказывать Москве помощь тоже не станет. Это не только означает, что Байдену удалось добиться от Си Цзиньпиня хотя бы нейтралитета, но и соответствует нашим с вами предположениям, что Китаю куда выгоднее дождаться ослабления России для дальнейшего ее экономического поглощения. Итак, русская армия теряет потенциал и не может получить ударную помощь даже со стороны своих ближайших союзников. Зато украинцы такую помощь получают от всего мира. В этом смысле главной новостью с начала войны стало сегодняшнее сообщение от того же агентства Блумберг, которое сказало, что Евросоюз официально заключил с Украины соглашение, которое позволит украинским военным получать от ЕС засекреченную военную информацию, в первую очередь спутниковые снимки украинской территории высокого разрешения. Эти и другие данные будут использоваться украинцами для того, чтобы они могли усовершенствовать свою разведку, проводить мониторинг перемещений врага и контролировать коридоры безопасности. Как рассказал советник МВД Украины Антон Герасченко, сегодня ВСУ уже получают спутниковые снимки от дружественных правительств и частных компаний. Однако нынешняя детализация изображений не позволяет использовать их в полной мере для выполнения всех задач. Теперь, благодаря беспрецедентной помощи со стороны Брюсселя, украинские военные будут обеспечены передовыми разведданными, которые сделают их действия еще более эффективными, особенно в условиях, когда у их противника напротив с разведкой и зашифрованной связью не просто плохо, а они просто отсутствуют. Результаты очередного дня боев говорят сами за себя. Россия продолжает буксовать по всем направлениям и даже кое-где отступать, а ВСУ продолжают успешно ликвидировать противника. Прежде всего, не перестает впечатлять работа украинских средств ПВО, которые сейчас получают подкрепления, в том числе и из Соединенных Штатов. Согласно сводке Киевского генштаба, за 22 марта ВСУ уничтожили 17 воздушных целей, 6 самолетов, 1 вертолет, 5 дронов и 5 крылатых ракет, а 23 марта, к моменту записи этого видео, было сбито еще 2 российских истребителей. Число ликвидированных боевых самолетов России уже превысило сотню, а ракетные обстрелы со стороны российского режима оказываются все менее эффективными, что не может не радовать, учитывая цены и сложность производства вот этого вида вооружений. Особенно важно, что среди уничтоженных российских бомбардировщиков вчера оказался тот, что в последние дни бомбил гражданскую инфраструктуру многострадального Мариуполя. Тем самым украинцы увеличили свои возможности по вытеснению оккупантов из этого южного города. Поддержка с воздуха – это, в сущности, главный аргумент россиян на южном направлении, и вот теперь не стремительно теряют его. Как стало известно 23 марта, украинские войска ударили по Чернобаевке, аэропорту под оккупированным Херсоном, уже в девятый раз. Как сообщил советник украинского президентского офиса Алексей Арестович, украинские войска стреляли по этому аэропорту в течение трех часов ночью. Цитирую его. Очередные РСЗО «Смерч», которые стреляли под Николаевым, сегодня молчали. Вероятно, эта партия умолкла навсегда. Боекомплект к ним был уничтожен, было ярко. Благодаря значительным запасам этого самого боекомплекта, концерт был с великолепной подсветкой и множеством возгораний. Самой техники на аэродроме гораздо меньше, чем раньше, но и то, что было в значительной степени изрублено от разрыва боеприпасов, написал он в Фейсбуке. Газета The New York Times сообщила, что русские в итоге сдались под натиском украинцев и были вынуждены вывести большую часть своих вертолетов из аэродрома в Чернобаевке. Авторы публикации указали, что этот шаг является красноречивым признаком российских военных в неудачной юге. Другой успех ВСУ на Донбассе, где под городом Изюм они ликвидировали четыре сотни российских военных вместе с командиром полка. Итог боя таков. Разбита вся бронетанковая группа россиян, много раненых, а остатки отступили в соседнюю российскую Брянскую область. Не лучше дела у оккупантов и в Луганской области. Там украинские подразделения 24-й отдельной мотострелковой бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов и оружие российских оккупантов, ухудшив для них и без того несладкую ситуацию с обеспечением. Свой комментарий ВСУ снабдили кадрами детонации складов. Цитирую. «На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое», заявили авторы. Глава Сумской области, граничащей с Россией, рассказала о том, что российские военные уже второй раз за последнее время организованно возвращаются обратно на российскую территорию, не желая воевать с украинцами. Ну а те, кто все-таки рискует вступить в бой, точечно уничтожаются. Продолжается ликвидация высокопоставленных российских военных. Сами российские власти признали, что 22 марта в боях за Мариуполь погиб командир одного из элитных российских соединений, 810-й бригады морской пехоты, Черноморского флота России Алексей Шаров. В итоге, к 23 марта Россия подошла с такими потерями. 15 600 военных, более 100 самолетов, 124 вертолета, 517 танков, 1578 бронемашин, 267 артиллерийских систем, 47 средств ПВО, 80 системы ракетно-залпового огня, 70 цистерн с топливом, 42 беспилотника, 1008 автомобилей, а также 4 катера, один из которых, кстати, на днях уничтожили бойцы Азова под Мариуполем. Пентагон сегодня заявил, что все эти лишения означают, что боевая мощь армии России упала как минимум ниже 90% в сравнении с тем, что было изначально перед вторжением. Об этом заявил неназванный представитель Минобороны США в беседе с газетой The Guardian. По его словам, россияне изначально подвели к Украине гигантское количество войск и бронетехники, но теперь они теряют это все тоже в немалом количестве. В этих условиях из публичного пространства почему-то полностью исчез министр обороны России Сергей Шойгу, что уже вызвал вопросы у публики. Где он и что с ним? Никому не ясно. Зато всем ясно, что российские войска, к счастью для цивилизованного мира, терпят поражение, с которым Шойгу, очевидно, совершенно не готов ассоциироваться. Не видно и Путина, который хоть как-то прокомментировал бы ход боевых действий и который тоже не привык к тому, что его имя стоит рядом с тяжелейшим фиаской. Вместо него отдувается его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявляющий, что говорить о российских потерях на данный момент нецелесообразно. Потери России, однако, измеряются отнюдь не только в сложивших головы российских солдатах на украинской земле. Речь идет еще и о стремительных экономических потерях России. Международная изоляция российского режима продолжает работать, и это отражается в том числе на утечке мозгов. По данным российских СМИ, с февраля из России выехали 70 тысяч айти-специалистов, а в апреле, во время второй волны, страну покинут еще 100 тысяч айтишников. По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плугатаренко, сейчас оставшихся в России программистов останавливает только одно. Это выросшие цены на билеты, а также на зарубежное жилье. Ну и проблемы с финансовыми транзакциями, конечно, тоже есть. Тем временем японские власти намекнули, что совместные с Россией проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» могут быть заморожены. В Москве пропадают из продажи детские «Нюрафен» и «Панадол». Конгресс США рассматривает законопроект о блокировании золотых резервов России на сумму 132 миллиарда долларов. Приложение Netflix исчезло из российских App Store и Google Pay. Японский производитель техники Sharp приостанавливает поставку в России своих товаров. А крупный поставщик метеорологических данных ИБМЕДКАД перекратил поставлять в Россию метеоинформацию вслед за другими зарубежными метеокомпаниями. А все для того, чтобы снизить возможности российского режима узнать, в какую сторону будет дуть ветер при потенциальном планировании химической атаки против Украины. Идет Европа и к главным санкциям против России, хотя идет медленно и неуклюже. Канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что Берлин выбрал курс на отказ от российских нефти и газа. Однако сказал, что это невозможно сделать мгновенно. Цитирую его. «Мы покончим с этой зависимостью, как только это станет возможным». Завел он в Бундестаге в среду в ходе генеральных дебатов по проекту немецкого госбюджета на будущий год. По его словам, внезапная остановка поставок означала бы рецессию в ФРГ и во всей Европе, а также угрозу сотням тысяч рабочих мест и целым отраслям промышленности. Цитирую. «Санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству, и это наш принцип», — подчеркнул германский канцлер. Добавим уже от себя. Шольц, нежелающий, чтобы меры против Москвы нанесли еще больший ущерб Европе, косвенно допускает, что с большим ущербом Украине он вполне готов мириться. Ущербом, который исчисляется не просто сотнями тысяч рабочих мест и рецессией в несколько процентов в год, которые так боятся господа в европейских столицах, а гибелью тысяч, если не десятков тысяч украинцев, а также десятками, если не сотнями, миллиардов долларов убытков, которые наступают в результате беспрецедентных бомбардировок украинских городов россиянами. Цинизм Шольца особенно опечаливает еще и полным отсутствием совести. Ведь именно его партия на пару с партией Ангелой Меркель снабжала все эти годы кремлевского гопника теми деньгами, на которые гопник покупал оружие, которое уничтожает сейчас украинцев. О том, что экспертное сообщество на протяжении всех этих лет упорно призывало Германию и другие европейские страны ввести эмбарго на российские энергоресурсы в ответ на аннексию Крыма, никто из европейских представителей, конечно, не вспоминает сейчас. А госпожу Меркель, например, и вовсе не видно и не слышно. Разумеется, ведь иначе пришлось бы признать свою долю вины за тот геноцид в Украине, который творит сейчас Кремль, продолжающий и поныне получает от Европы денежные переводы за черное золото и голубое топливо из России. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Поддерживайте украинскую армию через ссылку на ресурс организации «Повернись живым». При желании можете поддержать и Ньюсейдер через PayPal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы, ссылки на которые, опять же, найдете в описании к этому видео. Я бесконечно благодарен всем тем, кто в этих непростых условиях поддерживает наш канал. Я желаю украинской армии и украинскому народу, а также всему человечеству, как можно быстрее справиться с этой самой страшной за всю историю планеты угрозой путинского режима. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok